Всем привет, ребята! С вами снова я. И знаете, что мы сегодня будем делать? Знаете, потому что вы прочитали описание этого ролика и название, и обложку видели, так что вы реально все знаете. И сегодня, да, реально, это очень круто, мы снова откроем адвент-календарь от Maybelline. Почему снова? Потому что в этом году я уже открывала адвент-календарь от Maybelline, но он был совершенно в другой упаковке, совершенно другого формата. Кто не видел видео, посмотрите. И такой небольшой спойлер, предыдущий адвент-календарь, ну как предыдущий, тот, который мы открыли в прошлом видео, был просто охренительный. Там у него было очень крутое наполнение, и насколько я помню, там даже ни одного не было тестера, какой-то миниатюры, там один был, по-моему, полноразмерный формат. В общем, я от него осталась в полном восторге, и я надеюсь, что этот огромный адвент-календарь тоже не оставит меня равнодушной. Мне он очень сильно понравился, когда я его видела на сайте. Я вообще удивилась то, что появился еще один адвент-календарь от Maybelline, типа, вот же, я заказывала, типа, вот же, я его распаковывала, и типа, вот еще один. Но он кардинально изменяется по своему внешнему виду, здесь есть такой огромный, просто огромнейший бант. По размеру он как бы не шибко вроде бы отличается от предыдущего адвента, только тот был выполнен в горизонтальном формате, то есть там все было расположено горизонтально. Этот же календарь, наоборот, выполнен весь в вертикальном формате. Я, правда, не знаю, как там будут ячейки все располагаться, но вроде бы как-то так. А еще я сейчас понимаю, что банчик-то движется, да? Походу, да. Здесь 24 ячейки, с обратной стороны есть информация обо всех продуктах, которые здесь находятся, но я никогда ее не читаю, потому что мне хочется, чтобы все для меня было сюрпризом. Но кому интересно, я сейчас это все вам здесь чуть-чуть покажу. Посмотрите, что там написано, что там рассказывают. Тут, я так понимаю, даже, блин, реально, тут даже под циферками это все показано, типа, что будет в первый день, в второй, третий и так далее. Ну что, предлагаю начинать. И начнем мы с того, что наконец-таки распакуем этот календарь. Я так понимаю, что здесь есть вот такая вот заглушка в виде скотча, который нам нужно отклеить, и кусочек календаря отклеился вместе с этим скотчем. И наверху также идет скотч, причем в двух местах, и спереди, и сзади. Сейчас нужно будет все отклеивать. Ой-ой-ой. Блин, весь календарь разрывал, он такой красивый. И здесь тоже снизу, оказывается, было на два скотча заглеено, просто я не обратила на это внимание. Написано, что это джемль Париж Мэблин Нью-Йорк. Кстати, может быть, эти два календари из абсолютно разных стран производителей. Ну, что, типа, допустим, в Англии там один на два на календаре Мэйблин, не знаю, в Европе другой, в США третий, но я не понимаю, где произведен этот, непонятно. И за бантик мы, наверное, сейчас дергаем календарик, а не дергаем бантик, оказывается, вверх поднимается. Произошла магия. У нас появилась здесь елочка, на которой написано Merry Christmas, счастливого Рождества. Теперь открываем. Ой, тут все заклеено. Блин. Ладно, скотч вот так вот внутрь сделаю. Офигеть, ребята, просто посмотрите, какой он шикарный. Я такого реально не ожидала. Чума, вечеринка, мне кажется, она даже у меня сейчас в кадр не входит настолько. Этот календарь огромный. И здесь все в таких красивых коробочках, ячейчках, просто люксово, роскошно. Очень клево. Что-то мне подсказывает, что этот календарь, возможно, какой-нибудь польский или приближенный к нему, потому что здесь есть список, который я не могу прочитать. И, по-моему, он именно на польском языке. Написано Holiday Packet List. Не будем углубляться в это. Какое место производства этого календаря, и где, и что, и как. Давайте просто его открывать и смотреть, что в него положили. Я уже нашла первое число, и оно находится в самом-самом низу. Это просто огроменная коробка. Загляните на нее. Здесь написано Makeup is our super power. Макияж – это твоя суперсила. Здесь достаточно что-то очень легкое лежит. И в первый день нам попадается обычная гигиеничка. Baby Lips красного цвета. То есть это гигиеничка с оттенком. С вишневым оттенком, типа Cherry Me. Вишенка. Прикольно. Я думаю, такую вы сто раз видели. Она продается, мне кажется, в каждом супермаркете. Бывают розовые, бывают такие с более красным оттенком. Ну и бывают, конечно, обычные Maybelline, такие типа, которые белые. Возвращаем коробочку на место, потому что, мне кажется, если возвращать их не на место, календарь сейчас весь рассыпется, и будет прям некрасиво. А с другой стороны, знаете что? Будет проще искать цифры. Второй день у нас находится вот здесь. Это уже коробочка поменьше. Это написано «Восайнс Дайн Сейл Бис Винхэнтин Бэйбилайн». Ну я говорю, что, по-моему, этот язык не совсем английский. И здесь мне вообще не понятно, что написано. Тут тоже что-то мега легкое, даже как будто пустое. А нет, здесь есть, здесь какой-то, кстати говоря, пробник. И этот пробник я находила в прошлом Advent календаре, тоже от Maybelline. Это праймер Face Studio, он такого голубого цвета, оттенок типа 50-й, но не типа 50-й, с гиалуроновой кислотой, увлажняющий. Я не помню, какого он цвета, он типа реально голубой или он белый. Он белый, ребят, просто белый увлажняющий праймер для лица, который пахнет... Не сказать, что бы вкусно, он пахнет какой-то лаврушкой. Да, очень интересный аромат. Обычно все пахнет какими-то карамельками, ванильками. Здесь решили аромат лаврушки добавить. Ну, может быть, это просто какой-то аромат травы, которая была в составе этого. Ну, реально лаврушка пахнет, серьезно. Я решила все-таки не запариваться и не возвращать все вот эти коробочки, потому что так мне будет проще ориентироваться в календаре и искать те цифры, которые остались. Следующий день у нас третий на подходе. Здесь у нас надпись На этой коробочке нарисован такой поцелуйчик, типа... И что-то мне подсказывает, что здесь будет связано что-то с губами. И опять-таки коробочка мега-мега легкая. Это слишком неожиданно, это явно не для губ. Это миниатюрная косметичка от Maybelline, прозрачная. Вообще, я сначала подумала, что это чехол для телефона, с которым можно нырять и, типа, снимать под водой. Знаете, такие на Алиэкспрессе по 100 рублей продаются. Но это косметичка, она реально прозрачная. Она очень маленькая, прям дорожная, скорее всего. Типа, куда-то поехала, взяла свои самые-самые необходимые продукты, вот косметичку положила. Но мне, кстати, я надеюсь, она пригодится. Типа, косметичка никогда лишней не бывает. Вроде она нормальная. Хороший замочек пойдет. Ищем. Четвертый день. Кажется, я его нашла. Он находится в самом низу. И все, уже пошел процесс. Дэнди... Ой, как это Тетрис? Реально, это похоже на Тетрис. Четвертый день. Здесь тоже есть поцелуйчик, но я уже не думаю о том, что здесь какая-то помада. Давайте смотреть, что у нас здесь. Здесь надпись. Be as bold as your makeup. И я здесь нахожу маскара. Я здесь нахожу тушь. По-моему, она какая-то малюсенькая. Да, ребят, представляете? Это миниатюрка, типа, дорожный формат. Она не супер мини, но это неполноразмерная тушь 100%. Здесь всего лишь 4,5 миллилитра. Написано, что сделана в Италии. Made in Italy. Типа серия или версия The Colossal. По-моему, это миниатюрка всем известной. Желтая тушь. Знаете, у нее такая только более круглая форма. Она такая объемная, пышная. А здесь она просто такая миниатюрная. И очень прикольная. Как по мне, кисточка она супер пушистая. Пахнет медом. Серьезно, пахнет медом или тушью какой-то? Ну, в смысле, тушью с медом. Ну, тушь пахнет тушью. Логично. Ночимся дальше, да? Следующее у нас очко. Четко. Число, прошу прощения, будет пятое. Ой, какая увесистая коробочка. Она прям очень даже весомая. Вам нравится, когда я читаю, что здесь написано? Eat your set, use Maybelline and attic. Прикольно. Отдельно лежал просто кусок бумаги. Здравствуйте, я ваша тетя. Просто кусок бумаги черной. И, по идее, наверное, в этот кусок бумаги должен был быть обернут вот этот вот замечательный черный. Или это коричневый лак для ногтей? Бургундикий. Все-таки он не черный. Все-таки он очень, 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 очень темный, темный, темно-бордовый. Обычный лак для ногтей. Ладно, необычный. Это оттенок Color Show. 60 секунд, оттенок 357. Что такое бургундию? Что-то пипец какое знакомое, но я не помню. Хотела сказать, что этот лак подходит к моей толстовочке. Но он не сильно подходит. Честно говоря, я такой себе темный лак никогда бы не купила. Но, возможно, когда-нибудь я им воспользуюсь. Потому что он на грани черного цвета, но при этом не черный. Очень интересно будет посмотреть, как будет смотреться на ногтях. Идем к шестому числу. И это очень, очень реально огромная коробка. Несмотря на то, что она огромная, там что-то очень маленькая. И здесь тушь. Здесь тушь Gills Sensational. А, это там был просто язык, которого я не знаю. Это Lash Sensational. Lash Sensational. По-моему, она запакована. Нет, она не запакована. Можно ее смело открывать. Кисточка. О, я сейчас пользуюсь такой тушью. Она прям офигенная. Серьезно, она тоже из адвент-календаря. Maybelline. И она очень классно улиняет ресницы. По-моему, сейчас ресницы накрашены точно такой же тушью. И она прям офигенная. Да, это прям точно такая же тушь, которой я сейчас пользуюсь. Она очень классная. И придает обнем... Обнем? Обнем придает, понимаете? Объем и удлиняет. И смотрится это вот так. Как сейчас на мне. Здесь она немножко в другом формате почему-то. Здесь какая-то черная роза. Оттенок 0,5. Midnight Black, между прочим. И здесь уже 9,5 мл. А в миниатюрной было 4,5. То есть, та реально была миниатюрка. Половина от стандартной туши. Следующий день на нашем замечательном календаре седьмой. А что-то я не могу понять. А я... Это какой день? Это первый? А, я же его вернула. Вот видите, уже сама запуталась. Седьмой день. Такая вот коробочка с подарочком. Мне кажется, баблайн это по-польски, мой блин. Ну, или по какому-то. Веситая коробка, между прочим. За что-то должно быть очень большое и хорошее. А это, видимо, у них нормальная тема. Они просто кладут бумагу. Типа, подотритесь. И кладут продукт. Это у нас Makeup Remover. Смывка для глаз. Интересно, она плохо подходит для, типа, тех, которые водостойкие. Не понимаю. Это очень маленький формат. Здесь всего 25 мл. Это реально миниатюрка. Этот календарь меня впечатляет больше всего сейчас упаковкой, нежели чем содержание. Потому что предыдущий календарь от моей, блин, был прям реально круче по содержимому. Там реально все было огромных размеров стандартных. Миниатюрок я даже вспомнить не могу. Здесь, блин, уже миниатюрка вторая или третья идет. Ну, окей, конечно, это хорошая вещь. Она пригодится, как бы, смывать макияж. Базар-вокзал я это использую. Но кто знает, кто знает, когда, наверное, прям сегодня начну этим пользоваться. Восьмой день выглядит вот таким образом. Мы сейчас разрушим надпись Maybelline. Но она уже разрушилась, как бы. Она была составлена просто из этих коробочек. И сейчас все. Блин, я так обрадовалась. Думала, хотя бы здесь вот эту бумажку еще завернули. Ну, нифига подобного. Здесь у нас второй лак, который мы находим в этом адвент календаре. Он в очень приятном таком нежном оттенке. Хотя он называется peach pie. Типа персиковый пирог. Но, ну, возможно, типа пирог с персиком, он тоже такой же нежный. Как и этот нежный оттенок. Такие я очень люблю лаки. Поэтому мне этот лак, как никогда. Кстати, у меня даже сейчас лак. Кстати, из адвент календаря. Кто знает, из какого. Напишите в комментариях. И он тоже нежный. Ну, прикольный цвет. Очень классный. Хочется его, конечно, проверить. Но не будет видно, потому что у меня на руках уже блестящий такой пиломутровый лак. Прикольный. 60 секунд. Color Show. Типа должен сохнуть за 60 секунд. Но, в принципе, у моей были неплохие лаки. Насколько я помню, у них хорошо сохнут. Быстро держатся. Типа вообще норм. Ну что, календарик. Где у тебя 5 число? Вот оно. Пипец она легкая. Здесь, наверное, какой-то пробник крема, который весит всего лишь 10 грамм. Нет, я оказалась немножечко не права. Коробка уже пустая. А в моей руке находится пилочка для ногтей. Но здесь они решили очень огромную надпись написать так, чтобы я ее никогда не прочитала. А пилка для ногтей, между прочим, стеклянная. Не знаю, как-то я не фанатею с этих пилок. Они мне не очень нравятся, в плане того, что они быстро растачиваются. Даже обычные мягкие какие-нибудь там картонные пилки у меня обычно служат долго. Но, может быть, это будет норм. Десятое число. Тут тоже очень большой текст, если я не считаю. И здесь у нас помада. Юху! В оттенке 373. Помада сама называется, неизвестно как, что это за коллекция. А, типа кремовая помада. For me. По-моему, у меня уже была такая тоже в предыдущем Эдвен календаре. Может быть, нет. Может быть, я ошибаюсь. Ну что, хочу сказать. Цвет прям огненный. Мне очень нравится. Он такой нюдовый и немножко яркий. Очень приятно нежно ложиться на губы. Но еще такой небольшой факт. У меня сейчас вообще губы были в бальзаме. Может быть, это еще и за счет бальзама такой приятный эффект. Знаете, как по маслу все прошло. Не знаю, насколько ровно я как бы нанесла помаду на губы. Просто я сейчас сделала это в экран телефона. Причем без камеры, просто в экран телефона. Но по ощущениям она очень даже неплохая. И оттенок, мне кажется, идеально подходящий под каждый день. Следующий день у нас, по-моему, одиннадцатый. Одиннадцатый. Вот он. Хорошая тяжелая коробочка. О-о-о. О-о-о. Во-первых, здесь была бумага. А во-вторых, здесь матовая пудра. В оттенке 20 нюдовый беж. Кстати, могли бы положить, знаете, обычную, типа, белую пудру, чтобы всем подошла. Но хотя это тоже универсальный оттенок практически. Made Powder. Она, по-моему, так раскручивается, да? Она пахнет, как пудра из моего детства, знаете, прям пудрой. Как будто я эту пудру взяла у мамы и такая буду, типа, втихаря ей краситься. У меня была много раз пудра от Maybelline, но я уже не помню, нормальная она или нет. Но, типа, если она была у меня много раз, значит, она прям нормальная. По цвету она чуть-чуть светловато и как будто уходит в персиковый такой тон. То есть, она не с желтизной, а больше с какой-то розовинкой внутри себя. Прикольненькая. Полный размер, кстати говоря, и здесь. 16 грамм, между прочим. Идем к следующему дню. Следующий день у нас будет 12-й. И я его не вижу. А, нашла. Ой. Из-за 12-го дня все сломалось. Огроменная коробка. У меня вся кровать теперь в коробке. Но в огроменной коробке лежит что-то суперкрохотное. Послушайте. Это просто что-то туда-сюда, туда-сюда. А это у нас карандаш. Карандаш. Каял в оттенке 100. Обычный черный карандашик. Он даже запакованный. И я чуть не хочу его открывать. Это же обычный черный карандаш. Пускай лежит запакованный. Дольше сохранится. Может быть, я его кому-нибудь подарю. 13-й день. Наконец-то что-то тяжелое. Здесь такой миленький рисунок каких-то рождественских свечей, которые уже прогорели. И вот у них уже воск. Вот так вот идет. Я решила открыть эту коробочку в режиме онлайн. Так что я сейчас открываю. И вы смотрите сразу, что там попадается. На, попадается черная бумага. Я это вижу. И лак для ногтей. Понятно. Когда что-то тяжелое попадается, сразу понятно, что это лак для ногтей. Итак, это оттенок 353. Суперкрасный, наверное. Да, прям так называется. Рэд. И это снова коллекция Color Show. 60 секунд. Кстати, я не знаю, есть ли у Maybelline какая-то другая коллекция лака для ногтей. Я видела, покупала. И мне бы удались в твоем календарях только лайки. И вот именно из этой коллекции 60 секунд. Кто в курсе, напишите просто в комментариях, есть ли какая-то другая серия, версия. Я вот только эти знаю, которые реально сохнут за 6 секунд. И они реально сохнут. Они прям качественные. Следующий день у нас будет 14-й. Бэйбелис Сан Пауэр Хэр. И в этой коробочке нас встречает, по всей видимости, подводка для глаз. Hyper Prices All Day. Да, ребят. Это штучка, чтобы делать классные стрелки. Ну, прям неплохо. Очень классно рисуют очень тонкие линии. Я когда-нибудь научусь делать стрелки и буду ходить со стрелками. Мне кажется, я единственная девушка, которая реально не делает стрелки. Я не могу их научиться делать. Они у меня всегда разные. Я понимаю, что нужно набивать руку и делать стрелки. Но у меня не получается. Я психую, смываю макияж и делаю обычный макияж, который я привыкла делать. Хотя они мне очень нравятся, стрелки. Вообще, можно делать ничего, только нарисовать стрелки. Но, блин, у меня так не получается. У нас остается все меньше и меньше коробочек. Следующий день у нас 14-й. А это, походу, и был 14-й день. Потому что я что-то 14-й коробки не вижу. Значит, следующий день у нас 15-й. Это очень маленькая коробочка с не менее большим размерчиком внутри. Коробочка-то была маленькая, а вот то, что было внутри, весьма внушительное. Это у нас спонж для макияжа. Наконец-то я не назвала его бьюти-блендером. Это спонж для макияжа розовенький. Он уже мягкий. Типа он уже мягкий, реально. Мне кажется, если его сейчас намочить водой, то он вырастет просто в гигантских размерах. Прикольный, мне нравится. Хороший спонж. Я всегда ими пользуюсь и рада, когда они мне попадаются. Потому что ими я хотя бы реально пользуюсь. Они лежат у меня на полке по полгода. Тут нет никакого оттенка. Это просто называется Мауму спонж. Мейкап Мэйблайн. Шестнадцатое число. Большая коробочка. Шон, даст, эндиш, бенитайм, байблайн. Оу, дастыш фантастиш. Это у нас. The false lash lift mascara. Я первый раз вижу такое цветовое сочетание. То есть здесь такая фиолетовая крышечка и серебряный футлярчик. И это какая-то новая совершенно тушь для меня. С такой я еще не встречалась. Вроде она фиолетовая. Нет, ребят, она черная. Но мне почему показалось, что она фиолетовая, потому что здесь я смотрю на свет и там как будто фиолетовая краска. Но она вроде черная. Оттеночек у нас black 01. Пахнет вкусно. Прям настоящий аромат туши. Знаете, такой классический. Коробочек осталось у нас крайне мало. Всего лишь несколько дней. И календарь будет весь раскрыт. Ой, что я все сломала. Так, у нас следующий день. 17-й. Карандаш. Коричневый карандаш для бровей. Вот его я сейчас распакую, потому что я очень хочу себе сделать что-нибудь с бровями. На самом деле я редко пользуюсь карандашом для бровей. Но я сейчас хочу посмотреть на его оттенок. Главное, чтобы он, знаете, не рыжий был. Потому что рыжие карандашы для бровей не очень. Да, тема крутая. Карандаш у нас очень тоненький. Вот так вот делается. Вот так обратно делается. Оттенок прикольный. Вообще прям то, что нужно. И сто. И сто самое главное, дорогие друзья. Он очень тоненький. Вот прям серьезно. На всех самых серьезных щах. Сейчас заявляю. Сам карандаш по себе мега тонкий. Также в комплекте с карандашом идет вот такая щеточка. Я сейчас себе тушую, типа, этот карандаш на ладони. Он весь растушевался и практически слился с цветом моей кожи. Кожи коричневая, что ли. Ну, короче, на самом деле классно растушевывается. Но щеточка немного жестковата. Наверное, на бровях так сильно делать не буду. Поэтому ее жесткости чувствовать не буду. Для тех, кому интересно, какой это оттенок. Оттенок medium brown. Ау, medium. Медиумальный оттенок. 18-й день. И здесь нас ждет праймер в оттенке 20. Он розовый. Написано with micro pearls. Типа с микроблесками. Ну, не блесками, а сияшками. То есть, типа, втирки, типа, сиять будет. И он уже не белый. Это уже реально розовый. И он реально сияет. И это супер сияющий праймер для лица. На самом деле прикольный. Мне очень нравится сияющий праймер для лица. Но это, по-моему, не праймер, а какой-то BB крем. Или просто какой-то крем под макияж от Airborne. От него реально так сияет кожа, что можно реально заблистать. И кто-нибудь от вашей красоты ослепнет. Тут, типа, не дай бог, конечно. Прикольный праймер. Хочу уже им воспользоваться. Потому что, ну, как бы, Новый год, да, дорогие друзья. Нужно блистать и быть во всеоружии. У меня за окном почему-то очень сильно темно становится. Хотя, как бы, come on, время 3 часа дня. Такое чувство, что свет выключили, как бы. Мне кажется, у вас там картинка вообще видоизменяется каждую секунду от того, что темнеет на глазах. 19-я коробочка. Помада, ура! Что-то как-то мало было помад сегодня. И это, наконец-то, помада. 338-й оттенок. Me Night Plume. Кремовая помада в такой фиолетовой упаковке. Я бы такую помаду не хотела сейчас на себя наносить. Но я знаю, что мамам и бабушкам такие помады пипец как заходят. Они им прям нравятся. Это, видимо, их какой-то оттенок молодости. И если выбирать между какой-нибудь нюдовой помадой и фиолетовой, они выбирают фиолетовую. Лайк, если жиза. 20-я коробочка. No one is your and that is your power. Эту коробочку я тоже хочу открыть в режиме онлайн. Мне нравится так делать. И вы сразу смотрите, что там. И я сразу смотрю, что там. И здесь мне попалась какая-то ультра странная тушь. Майстер прайсис кюрви. Что это? Это реально тушь или это что-то другое? Подождите секундочку. Вообще это похоже на какую-то огромную пилюлю гигантского размера. Оттенок 01 black. Black. Значит, все-таки это тушь. Я ее, конечно же, сейчас открою. Что же там внутри? О май гад. Это все-таки не тушь. Это... Это... Почему я сразу не догадалась? У него очень странная форма. Похожа на какой-то лепесток. И он серьезно рисует стрелки. Типа реально. Может боком? Что же можно? Боком обычная линия получается. А вот если прям передний, лицевой, стороной, то получается прикольный листочек. Очень обычная стрелка. Я хочу это затестировать прям вообще. Всего 4 коробочки осталось. И... Следующая у нас 21 коробочка. Шэнк Дьор Шэльбэст. Бля-бля-бля. Бля-бля-бля-бля. Здесь нам, по всей видимости, достается зеркало. Made in China. Make up sale 2020. Прям надпись есть то, что это к адвент календарю 2020. И знаете что? Это обычное терное зеркальце, которое, по-моему, выполнено в форме елочного шарика. И честно, оно бы мне понадобилось где-нибудь в первый день, чтобы все-все-все-все-все продукты смотреть на себе. То есть, я бы губы с его помощью украсила. Какой приятный цвет. И у меня блестит блицо. Листит блицо. Блин, господи, что со мной сегодня не так реально? У меня листит блицо, понимаете? Не блестит лицо, а листит блицо. Как бы, да? Как бы это нормально вообще тема? Жду в следующей коробочке эматирующие салфетки. Потому что они мне сейчас как никогда кстати, а рядышком у меня их нет. Итак, 22 день. Да ладно, серьезно? Моя любимая черная упаковка, коробка и черный на этот раз лак. Вот бургунди мне точно как бы не хватило, да? Вот этого приближенного черного лака. Говорит, у тебя яркая жизнь, сочная и насыщенная. Вот тебе черный лак. Спасибо, ребята, спасибо. Просто благодарочка. Это реально оттенок 677. Он называется Blackout. То есть, это 100% черный лак. Я, честно говоря, ему рада, потому что у меня нет черного лака. А я обожаю черные ногти. Особенно почему-то мне это нравится осенью и зимой. Но иногда летом прям пропирает на загорелой коже. Прям это смотрится очень секси. И я бы вот воспользовалась. Теперь будет. У меня реально не было. А гель-лак я уже почти год не делала. Типа делала сама себе. Но что-то сейчас вообще неохота. Это пипец запарно долго. Так что лак это тема. Спасибо. И последние две коробочки. 23 и 24. Смотрим, что у нас. 23-й. Она пустая. И 23-й нам достался карандаш для губ в оттенке. Сейчас, секундочку. Все вам расскажу. Покажу. Сама-то найду. Не вижу. А. Bright Red. 90-й оттенок. Карандаш называется Color Sensational. Maybelline New York. Ой. У него просто чума. Вечеринка цвет. Очень классный. И вот этот карандаш реально можно использовать без какой-либо дополнительной губной помады. Потому что он очень кремовый. И даже он настолько мягкий, что я его боюсь сломать. Короче, ребят. Все. Мы на финишной прямой. Я не знаю, почему я этому так радуюсь. Потому что как бы все. Все мои подарки закончились. 24-я коробочка. И здесь нарисована рождественская елочка. И такой типа след от поцелуя. О, прикольно. Я свой след от поцелуя намазала на этот след от поцелуя. Теперь это выглядит максимально реалистично. Давайте смотреть, что здесь. Здесь должно быть что-то, чему я буду безмерно рада. Ведь это канун Рождества. И здесь у меня бронзатор. На самом деле рада, потому что я обожаю пользоваться бронзатором. Итак, это у нас оттеночек. Итак, бардак. 200. Medium Cool. И у меня, кстати, никогда не было бронзатора, по-моему, от Maybelline. Но если был, то он появился вот только благодаря предыдущему адвент календарю. Я им еще не успела воспользоваться. Потому что сейчас я пользуюсь бронзатором от Revolution. И он у меня уже заканчивается. Пахнет очень вкусно. Оттенок лично для меня идеальный. Он такой слегка смугловатый. Не слишком светлый. Не слишком темный. Прямо для меня. Вот прям, знаете, как будто идеально. Ну, конечно, надо еще смотреть, как это все будет смотреться на лице. Но на руке это немножечко рыжевато и желтовато, надеюсь. Если не переборщить, то будет классно. Только как-то переборщила и все видео снималось с какими-то желтыми пятнами на лице. Hi, guys! Это все, ребят. Больше в 24 коробке. Где она? Ничего нету, кроме замечательной вот этой вот штучки черной. Это, конечно же, трое, что у меня сейчас творится на кровати. Тут такой расколбас коробочек. На самом деле, этот адвент календарь немножечко меня разочаровал. В плане того, что здесь было достаточно много пробников. Здесь было две тушь пробника, два праймера пробника. Хотя можно было чистой теории, учитывая особенно размеры коробочек, в которых эти пробники были, положить хотя бы дорожные форматы в два раза больше. Уже не говорю прям о полноразмерных. Возможно, это и есть дорожные форматы, но они типа реально были маленькие. И предыдущий адвент календарь от Maybelline меня в хорошем смысле впечатлил намного больше. Как вам этот календарь? Пожалуйста, напишите в комментариях. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Типа, какой вы бы выбрали, этот или тот. И, может быть, кто-то из вас знает, типа, а почему два разных адвент календаря. Но я все-таки придерживаюсь того, что это просто с разных производств, с абсолютно разных, возможно, даже континентов. Скорее всего, наверное, так и есть. Или, может быть, просто два разных страны сделали. Ну, не знаю. Может быть, просто Maybelline решили два календаря сделать. Может быть, у меня предыдущий был старый, сейчас новый. Или наоборот, я не знаю. Хотя в предыдущем календаре прошлого года был вообще другой календарь. Короче, я запуталась. Факт остается фактом. Это второй адвент календарь, который мы с вами распаковали в этом году. Мне все, на самом деле, понравилось. За исключением пробников, которые здесь были. Потому что, ну, это не круто. Пробники, это всегда не круто. Но продукты все, которые здесь попались, они must-haveные. Типа, ими можно воспользоваться почти каждому человеку. Я надеюсь, что я этим всем буду пользоваться с удовольствием. Ну, а вы, я надеюсь, смотрели это видео с удовольствием. И уже поставили лайк. Подписались на канал, на инстаграм, на тикток. И вообще на все социальные сети. А я пойду пить чай, потому что что-то как-то у меня теряется голос. И это не супер классно. Всех люблю, целую. И до скорой встречи. Всем пока. Итак, ребят, небольшой апдейт от меня. Я решила сегодня устроить себе челлендж. И сделать макияж только той косметикой, которая была в этом адвент календаре. И сейчас вам расскажу о каждом продукте, которым я воспользовалась. Во-первых, я воспользовалась вот таким вот праймером, который увлажняющий. А не тот, который сияющий. И в принципе, он топчик. Он очень хорошо увлажнил лицо. И особенно мне понравилось, как он лег на область глаз. Ну, там, где мы тени наносим. Кстати, да, тени здесь не было. Поэтому тени я сегодня использовала свои. В качестве туши... Ой, беру туши и беру пудру. Ладно, в качестве туши я взяла вот эту. Но, как я и говорила, я уже такой пользуюсь. Поэтому она просто пушка на топчик. Сейчас я когда вам покажу результат, вы посмотрите, как хорошо прокрашены мои ресницы. Далее я себе сделала стрелки, поэтому приготовьтесь. Маркер просто меня шокировал. Серьезно, им было очень удобно нарисовать стрелку. Даже мне, я стрелки вообще не рисую. Ну, и корректировала я это все с помощью вот этого лайнера. Он, кстати, тоже оказался безумно удобным, очень тонким. И, что самое главное, он не мазался. Типа, реально, он не размазался. Я уже с макияжем походила, наверное, где-то час. И пока что он на мне держится. Что мне не понравилось, это бронзер. Он очень сложно растушевывался. Я специально принесла кисть, чтобы вам показать, какой кистью я тушевала бронзер. Ну, наносила вообще. Это вот эта моя кисть, которой я всегда наношу бронзер. И если бронзер хороший, он нормально ложится. Этот почему-то как-то пятнами. Но, тем не менее, вроде бы какого-то результата более-менее я добилась. По цвету он немножечко такой, чуть-чуть, наверное, в загорелую рыжину уходит. Но, в принципе, мне подошел. Потому что пудра была пипец какая белая. Когда я нанесла пудру на себя, мое лицо было пипец какое белое. Особенно в сочетании с хорошо подведенными глазами и с черными стрелками и так далее. Это было прям трэш. И да, я распаковал этот карандаш, потому что он у меня был запакованный. И ним тоже воспользовался. Он очень мягкий, приятный и вроде тоже не мажется. Так что вот этот вот хаен. Ладно, ну, вы сами поняли, вот этот черный карандаш очень прям неплохой. Дальше что? У меня не было румян из этого адвента, поэтому я воспользовалась своими румянами. Но они также от Maybelline. И вам я их могу порекомендовать. Это жидкие кремовые румяда в пятнадцатом оттенке. И они офигенные, ребят, реально. Смотрите, они у меня заканчиваются. Так что они прям пушка. И я долго думала, чем воспользоваться вот этой помадой или вот этим карандашом. Но сначала на самом деле я воспользовалась вот этой помадой. Потом я пошла позавтракала и, естественно, всю помаду съела. А цвет сейчас вам на себе не покажу, потому что я решила себе губы накрасить с этим красным карандашом. Он реально типа красный. И это прям вы сейчас, сейчас сами все увидите. Так что готовьтесь. Короче, я сейчас специально подошла к окну, чтобы вам показать. Так, макияж смотрится на мне. На мне сейчас золотые еще тени, которые не из-за этого адвент-календаря, а которые из-за адвент-календаря от Сифары. В общем, как-то так для меня это очень непривычный макияж. Я никогда себя не крашу губу красным. Золотыми тенями тоже очень редко пользуюсь. Ну, про стрелки я вообще молчу. Ну, в общем, как-то так судить вам, решать вам, как вам этот макияж. Может быть, вы меня с ним еще увидите в каком-то видео, потому что сейчас утро. Я собиралась как раз-таки на съемки. Ах, да, я забыла вам рассказать про карандаш для бровей из этого адвент-календаря. Он офигенный, ребята. Вот, посмотрите, я себе накрасила брови карандашом, который там был. И он прям реально пушка. Хотя я не люблю оформлять брови карандашом, потому что мне проще это сделать цветной тушью. Но здесь я оформила карандашом и немножко прозрачной тушью для бровей закрепила. В общем, как-то так это выглядит. Я смотрю на себя и, типа, реально себя не узнаю. Вот такие вот дела. Мне кажется, немножко розоватые щеки, но просто мне пипец, как жарко сейчас. Оценивайте мой макияж. Продукты мне почти все понравились, кроме бронзатора. Типа, он реально меня немножечко разочаровал. Самое классное это маркер и карандаш для бровей. Но они прям реально пушечные. Всё, всем спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok